ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Начавшееся в апреле снижение цен на поддержанные легковые авто в России продолжается. По данным портала Дром, некоторые модели подешевели более чем на 20%. Средняя стоимость машины с пробегом сейчас составляет порядка 850 тысяч рублей. Причем спрос на бэушке не растет, а вот предложение заметно увеличилось. Это касается и более дорогого сегмента стоимостью от 2 миллионов рублей. Самой востребованной на вторичном рынке остается продукция АвтоВАЗа, Гранта и Приора. Среди иномарок лидирует Тойота Королла. ТРАССА 101 Хёнда Крета с начала этого года подорожал на 43%. Сейчас минимальная стоимость корейца приблизилась к 2 миллионам рублей. Он лидер списка популярных новых кроссоверов, цены на которые выросли ощутимее всего. На втором месте, сообщает агентство Автостад, расположился Renault Duster, плюс 41% с начала года. Цены на него стартуют с отметки 1 миллион 618 тысяч. Минимум до 2 миллионов 671 тысяч рублей или на 23% подорожал Тойота RAV4, замкнувший первую тройку. ТРАССА 101 Дилеры Волжского автозавода раскрыли цену антикризисной Лады Гранта, массовый выпуск которой должен стартовать на этой неделе. Речь идет о сумме от 640 тысяч до 840 тысяч рублей. На сайте предприятия сейчас висит начальный ценник в 728 тысяч. До сих пор не ясно, чего именно лишится самая популярная модель автоваза. Ранее говорилось о подушках безопасности, системе Эроглонас, АБС, усилителе руля. Рулевое колесо новая Гранта получит от Калины выпуск, который был прекращен в 2018 году. ТРАССА 101 ГИБДД составило список основных нарушений, которыми грешат женщины-водители. В перечень попали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил перестроения и нарушение требований сигналов светофора. Одновременно Госавтоинспекция дала прекрасной половине несколько советов, как не попасть в ДТП, не отвлекаться на посторонние предметы, заранее выбирать полосу движения, не совершать необдуманных маневров и соблюдать правила перестроения. ТРАССА 101 Из-за сложностей с поставками в нашу страну автозапчастей из Европы и Японии могут пострадать не только силовые структуры и администрации различных уровней, в парке которых много иномарок. Под ударом оказалась сфера сбора и вывоза мусора. Мусоровозы-то у нас тоже зачастую импортные. По оценке российского экологического оператора, в ближайшие годы предстоит заменить порядка 4 тысяч забугорных мусоровозов. Правда, на что их менять пока не ясно. На это потребуются десятки миллиардов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова